Мы пошли на беспрецедентный шаг, беря на себя ответственность и давая возможность нашим друзьям называть нас агрессорами, узурпаторами, оккупантами и так далее. Но это надо понимать и это надо внедрять в сознание детей. Когда я читаю статистику поддерживающих и не поддерживающих в среде интеллигенции, научной интеллигенции, потрясающе. Поддерживающих единицы, не поддерживающих сотни. Это что? Непонимание. Это вредительство. Это что? Полное отсутствие представления о том, что в течение восьми лет просто тупо бомбили и расстреливали мирных жизней. Просто этого нет. Возвращаясь к разговору о Никите, удивительно, что общаешься где-то, говорят, да Никита гений. Я говорю, хорошо, а вот приходим, скажем, нет, старик, мы все же все вместе, я не могу. Я говорю, ну как же, так, ну как же, вот если гений, ну хорошо, скажи просто хорошее слово, даже не говоришь, что гений. Удивительное дело, конечно. А там гений, я думаю, время определить, но он исключительно, фигура совершенно. Это даже вопросов нет. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. А вы никому покой не даете? Все хотят, вот, даже если, мне кажется, даже если бы, как вот Алла Пугачева, она уже не поет, не пишет, она все равно вот является то, что называется ньюсмейкером. Проблема заключается в том, что если вы оцениваете то, что я делаю, испытывая интерес к тому, что я делаю, тому, что я делаю, это одно дело. Может, это нравится или не нравится. Вы можете это оценивать как угодно. Но ставить все время в зависимость мою жизнь от того, что я говорю, думаю, снимаю, очень глупо. А еще глупее ставить в зависимость свою жизнь от этого. Дело в том, Жень, что... Как к этому самому относиться? Вот вы говорите, допустим, гениальный режиссер, и моя реакция на это, да, никакая. Она может выглядеть для кого-то, что я с этим согласен, что я, так сказать, вы правильно говорите, и, собственно, это так. Я к этому отношусь с огромной внутренней иронией. Но глупо говорить, нет, нет, нет. Вот она будет выглядеть как то, что ты этого ждешь и получил. Я, мое счастье, вот я считаю, я абсолютно не чувствую груза, мною сделанного за мои спины. Вообще не чувствую. Я не чувствую картин, которые я снял. Я не чувствую вот этого... Мне говорят, вот это было кино. Я вспоминаю, я смотрю картину свою там какую-нибудь и думаю, нифига себе, вот это мы придумали, вот здорово. Но я не чувствую себя, так сказать, загруженным этим весом сделанного. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Как вы считаете, у нас возможен киевский сценарий? То есть, возможно, у нас повторение Майдана. То есть, когда выйдет на улицу молодежь, народ, и это приведет к смене власти кардинальной. Посмотрите, у нас, видите, уже появились вот эти вот симптомы украинизации. Людей зеленкой обливают. Там, ну, это уж начиналось в Украине. Трость зеленка, потом мусорные баки. Замечательная мысль есть. Что в России за 10 лет может перемениться все, а за 100 ничего. Я не слышал. В принципе, в принципе, это так. Нас за 10, вот за 10 лет у нас переменилось все, а в принципе, за 100 ничего. И история Майдана, ну, в России все может происходить, конечно же, но я все-таки, ты понимаешь, какая штука? Майдан – это праздник слабых. Это праздник зависимых. Обратите внимание на, вот, просто очень интересно. Вот, что такое гимн? Это гражданская, так сказать, молитва, да, гимн? Вот, это же вещи, так сказать, такие, я бы сказал, сакральные, подсознательные. Как начинается гимн Польши? Еще польская дизайнера. Несколько, да. Как начинается гимн Украины? Еще жива Украина. Да? То есть, сколько? Да? Так. Когда национальный гимн начинается со слов, слышь, мы еще живы, мы еще, о-о-о, мы, о-о-о. Тут есть, так сказать, некое ощущение того, что ты все равно от кого-то зависишь. Всегда. Всегда. Немцы эти, турки это, русские это. То есть, там есть та самая жажда к самостийности, которая не подтверждена генетически. Это так случилось, что Украина всегда находилась, так сказать, между молотом и наковальней. Не важно, это был православный, это славянский молотом и наковальней, или это были латиняне. Не это важно. А важно, что там существует вот этот вот импульс. Импульс, чтобы быть, импульс есть, а возможностей для этого нет. Это выливается в то, что кто не скачет тот москаль, москаляку на генетически. И все существование сегодняшней Украины, все ее силы, ресурсы, деньги, они направлены только на одно. Доказать себе и миру, что никогда с Россией они ничего общего не имели, не имеют и иметь не хотят. Но невозможно жить на отрицании только. На нет жить невозможно. Дело в том, что когда люди, которые не любят что-то вместе, добиваются того, что то, что они не любят, погибло, потом выясняется, что не любили они одно и то же, а любят они совершенно разные вещи. И в результате собраться на нет, на нелюбви, это приводит к тому, к чему сейчас приводит. Это приводит к полной деградации, которой стремительнейшим образом идет Украина. Стремительнейшим образом. Без виза мы наконец достигли, мы без виз можем поехать в Германию. Хорошо. Куда? В Бундестаг? Куда поехать? Приехали в Германию. И что? Кем вы там стали? Туриста? Замечательно. Квасить пиво? Замечательно. В себя показать? Отлично. А дальше что? Где оно с той соприкосновения, скажем, с европейской культурой, которая, может быть, европейской культурой принято? Вспомни Булгакова. Как по-украински код? Кит, а кит, все. Это из Булгакова? Я знал это, но я знал, что это из Булгакова. Да. Поэтому, так сказать, причем я испытываю огромную нежность к этому народу, к этой стране. Я там снимал картины, я там снимал Обломова. Это потрясающие люди, это трогательные, это все вместе взятое. Да вам Гоголя взять, господи, вообще, вся эта теплота, наивность и трогательность, которые вдруг убираются и на это место вырастает огромный чирий ненависти, он же лопнет когда-нибудь. Но проблема в том, что лопнувший чирий, он ведь, так сказать, своим извержением в результате... Забрызгает? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!